Итак, всех приветствую на мастер-классе по джазовому вокалу. Сначала мы с вами начнём с истории джаза. Джаз изначально произошёл из афроамериканской культуры, откуда, собственно говоря, пришёл к нам. Изначально джаз воспринимался как просто музыкальное произведение, только с помощью музыкальных инструментов. Дальше уже с помощью импровизации голоса начали изображать звуки разных инструментов. Представителями данного направления являются всеми известные Эми Вайнхаус, Адель Луи, Амстронг и также Элла Фиджеральд, ну и, конечно, многие другие. Главным направлением в джазовом вокале является скет. Это такое своеобразное пение звуками. Изначально пение скетом означало петь максимально схоже с тем, как играет инструмент. Поэтому, чтобы овладеть приёмом, нужно слушать не только классических джазовых певцов, но и инструментальных исполнителей. Существуют разные регистры при исполнении звука. Головной, грудной и смешанный. Для исполнения джазового у нас преимущественно играет грудной резонатор. То есть, допустим, когда мы поём произведение, мы должны представлять, что мы огромная афроамериканская женщина, таких очень огромных масштабов, и что мы поём со всей грудной клеткой. То есть, наш звук из-за тоненького превращается в объёмный большой звук. Чтобы развить наш грудной резонатор, попробуем с вами первую распевку. Называется она «Фугельбербам». Итак, видите, даже говорить стало объёмнее. Для этой распевки мы должны звук как будто бы запихнуть в грудную клетку. И при дыхании мы её очень сильно раскрываем, и там, получается, задерживается наш звук. Не менее важным приёмом является фальцет. Фальцет — это такой промежуточный звук между шипением и обычным звонким пением. Для примера давайте будем использовать следующую распевку. Сначала мы начинаем петь звонко, звук И. То есть он звучал достаточно звонко на высоких нотах. А теперь мы будем тоже самое стараться петь шепеляво, с таким придыханием. И, вот, давайте попробуем. Услышали разницу? То есть мы добавляем лишний воздух при произношении звука И. И не забываем также оставлять грудной резонатор. И последней нашей распевкой будет как раз приближённая к тому самому скету. Мы будем пытаться повторить инструментальную музыку. Итак, распевка Дуба-Дубн. В этой распевке очень важна буква Н. Мы должны её выделить при исполнении. Дуба-Дуба-Дуба-Дум. Дуба-Дуба-Дуба-Дум. Дуба-Дуба-Дуба-Дум.